Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Эзегет пришёл следующий вопрос. Надо ли молиться, и как, если надо, за нерождённого ребёнка, если произошёл выкидыш? И надо, и не надо. Не надо молиться об этом ежедневно, до конца дней своих, и замаливать грех, потому что греха вроде как бы и нет, если ты не по глупости своей потерял ребёнка. Если видимой вины нету, то, соответственно, и каяться не в чем. Если видишь, что тебе кажется, что ты всё-таки виновата в этом, то есть повод для исповеди. Но нам не дано предугадать, как наше поведение, питание, образ жизни и даже мысли влияют на внутритробное развитие. А как же надо молиться? Есть, во-первых, молитва сорокого дня, которая читается над и родившей матерью, и над матерью неродившей. То есть эти молитвы хорошо было бы над вами почитать. Если прошло уже много месяцев или лет, то, думаю, читать уже совершенно необязательно. А есть ещё совершенно недавно относительно появившееся чинопоследование, которое может совершить любой священник в любом храме. Называется «Последование об усопших младенцах, неприемлющих благодати святого крещения». Это что-то среднее между молебном и панихидой. Читается даже в тех случаях, когда ты совершил аборт. И уж тем более о детях, которые были рождены, но под тем или иным обстоятельством не были вовремя крещены. Мне кажется, можно ограничиться этим чинопоследованием и просто ожидать встречи с этим малышом, когда сами переступим порог земного бытия. А где они находятся, мы особо за них не переживаем, потому что они не совершили никакого греха, который помешал бы им быть с Богом. Может быть, они не будут в такой славе, как святитель Николай или новомученики, исповедники российские. Но у отца нашего обителей много, и пусть с краешку, но в раюшку они добудут. Поэтому молиться в том смысле, чтобы Господь из ада их вытащил, как считают некоторые, огорчаясь такому непонятному поступку нашего Господа Бога, который по природе связь любовь, не надо. Не переживайте. К вашему горе добавлять еще религиозное горе не надо, ибо для этого нет повода. Дай Бог вам снова родить, ощутить это благочадие восприятие, и радоваться жизни и надеяться на свою благополучную загробную участь, чтобы не было так, что вы по грехам о своем на сковородках жаритесь, а ребеночек ваш огорчается в раю. Живите правильно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok